В мире математики, если изменить правила, результаты становятся непредсказуемыми. Но есть одно правило, которое нам строго запрещают нарушать. На ноль делить нельзя. Как может простая комбинация обычного числа и базовой операции создать столько проблем? Обычно, если делить на постоянно уменьшающиеся числа, результат будет становиться все больше. 10, деленное на 2, дает 5. На 1 – 10. На 1 миллионную – 10 миллионов и так далее. Кажется, что если делить на числа, которые стремятся к нулю, результаты будут возрастать до самого большого числа. Тогда если 10 разделить на ноль, то в результате должна получиться бесконечность? Звучит правдоподобно. Но мы знаем лишь то, что если 10 делить на число, стремящееся к нулю, результат тоже стремится к бесконечности. И это вовсе не означает, что если 10 разделить на ноль, получится бесконечность. Почему нет? Для начала давайте рассмотрим, что собой представляет деление. 10, деленное на 2, может означать, сколько двоек мы должны сложить, чтобы получить 10. Или на что нужно умножить 2, чтобы получить 10. Деление на число на самом деле обратно умножению на него же. В таком смысле, если умножить любое число на данное число x, мы можем узнать, есть ли новое число, на которое нужно потом умножить, чтобы получить то, с которого мы начали. Если такое существует, оно называется обратным значением для x. К примеру, если умножить 3 на 2, получим 6. Чтобы обратно получить 3, 6 нужно умножить на 1 вторую. То есть 1 вторая – обратное значение для 2. А для 10 – обратное значение 1 десятая. Как вы заметили, результат умножения числа на его обратное значение всегда один и тот же. Если мы хотим делить на ноль, нам нужно найти его обратное значение, которое должно быть 1, разделенное на ноль. Это должно быть такое число, умножение которого на ноль дало бы 1. Но поскольку все, что умножается на ноль, все равно дает ноль, такое число не существует, поэтому ноль не имеет обратного значения. Это должно решить все вопросы, не правда ли? Однако математики и раньше нарушали правила. Например, долгое время считалось, что невозможно извлекать квадратный корень из отрицательных чисел. Но потом математики решили, что квадратный корень от отрицательной единицы будет впредь называться мнимой единицей, открыв новые возможности в математическом мире комплексных чисел. Если они могут так поступать, то и мы можем выдумать новое правило. Скажем, что знак бесконечности означает единицу, разделенную на ноль. Посмотрим, что получится. Давайте попробуем, допустив, что мы еще ничего не знаем о бесконечности. Основываясь на определении обратного значения, ноль, умноженный на бесконечность, должен давать единицу. Это значит, что ноль, умноженный на бесконечность, плюс ноль, умноженный на бесконечность, должны давать два. Теперь, согласно распределительному закону, левая часть уравнения может быть сведена до 0 плюс 0, умноженной на бесконечность. И поскольку 0 плюс 0 безоговорочно дают 0, все сводится к 0, умноженному на бесконечность. К сожалению, мы уже определились, что это выражение равно единице, хотя другая часть уравнения все еще утверждает, что оно равно 2. Итак, 1 равен 2. Удивительно, но это не обязательно неверно. Это не может быть верно в нормальном мире чисел, но это выражение все равно может иметь математический смысл. Если бы 1, 2 и все остальные числа были бы равны нулю. Но если бы бесконечность равнялась нулю, это не принесло бы никакой пользы ни математикам, ни всем остальным. На самом деле существует сфера Риммана, которая предполагает деление на 0, используя иной метод, но об этом мы поговорим отдельно. Тем не менее, предельно очевидно, что деление на 0 не приносит нужных результатов. Но это не должно восстанавливать нас перед рисками и экспериментами, чтобы, нарушая правила математики, проверить, можем ли мы создать новые захватывающие миры для исследований.